60% отелей Краснодарского края перешли на систему «Всё включено». Так, курорты готовятся к летнему сезону, который жители России привыкли проводить на берегу Египта и Турции. В этом году картина изменилась, и, как отмечают специалисты в сфере туризма, люди поедут на Чёрное море. Что ещё может предложить российское побережье, расскажет Валентина Чибичек. Анапа, Геленджик, Сочи, Топсе, Красная поляна – вот неполный список курортов Краснодарского края. По данным Министерства курортов и туризма Кубани, летом 2016 года регион способен принять и разместить до полумиллиона человек. Из них 60% возьмут гостиницы и пансионаты, 40% – частный сектор, мини-отели и индивидуальное жильё. По словам владельца турфирмы в городе Наринмар, условия отдыха на Чёрном море стали близки к популярным зарубежным курортам. Побывал я на побережье от Геленджика до Адлера, посмотрел различные курорты по размерам. И хочу сказать, что инфраструктура многих наших черноморских курортов достаточно хорошо на сегодняшний момент развита и позволяет принимать туристов не хуже, чем на Средиземном море. По мнению владельца турфирмы, самую подготовленную отельную базу может предложить Геленджик. В городе большой выбор гостиниц от эконом-класса до люксов. Культурно-развлекательная программа также рассчитана на любой вкус – аквапарк, кианариум, экскурсия на канатной дороге, ночные клубы. Питание можно организовать самостоятельно в кафе и ресторанах или заказать в своём отеле. Тем, кто летит в отпуск не по льготной дороге, специалисты советуют брать пакетные туры. Надо ещё добавить, что российские туроператоры уже второй год предлагают пакетные туры, которые также могут быть интересны туристам. И включают в себя полный комплекс услуг – это и перелёт, трансфер до места отдыха, проживание с питанием. Такие туры по принципу, которые раньше были в Египет и Турцию. Турфирмы приводят ещё один довод в пользу отечественных курортов – относительно стабильные цены, независящие от иностранных валют. Также у отдыхающих не вызывает сомнений надёжность операторов, реализующих российские туры. Серия банкротств известных фирм, предлагающих отдых за рубежом, всё ещё помнится россиянам. Что касается Крыма, власти полуострова ожидают порядка пяти миллионов туристов. Регион может предложить разнообразные пляжи, культурно-познавательный туризм и лечебно-оздоровительные пансионаты. По данным Министерства курортов региона, на восточном берегу Крыма самые низкие цены на санаторное лечение.